Здравствуйте, дорогие подписчики! В эфире еженедельный обзор главных аграрных новостей. Сегодня они не очень радостные. С одной стороны, цены на пшеницу и подсолнечник обновляют у максимума сезона, но с другой стороны, условия для сева о зимах не очень благоприятные. А кроме того, правительство собирается все-таки ввести систему прослеживаемости зерна. Подробнее поговорим об этом в выпуске. Северный обзор И, напротив, осадков нету, очень сухо и очень жарко. Профессор Донгау, доктор сельскохозяйственных наук Николай Зеленский, советует аграриям не спешить с севом, потому что в этом году условия для него даже хуже, чем в прошлом. Вот что он рассказал Агробуку в телефонном разговоре. Просто-напросто, если в прошлом году выпадали локально дожди, но на севере были дожди, прошли в прошлом году, в север области, то в этом году здесь ситуация очень сложная. Если до 25-го, до 20-го октября не будет дождей, сеять не нужно. Сейчас уже ж многие начали по севной, уже сеять. Понимаете, вот люди не задумываются, в каких условиях, какие условия они помещают семена. Вот сейчас она днем больше 30, а ночью 10, 12, 14. Образуется конденсат, который провоцирует семена на схожесть. Они могут поделять схожесть. Я говорил, я опять повторяю. Антон Иванович Насацовский четко сказал, необходимо приступать к севу о зимах, когда температура среднесуточная ниже 16-15 градусов. Среднесуточная, когда нету таких колебаний. По данным Минсельхоза России, к 16 сентября сев о зимах был проведен на площади 9 миллионов гектаров. Это 47,5% к прогнозу. Нашим подписчикам напомню, что на этой неделе на канале Агробок вышло три видео с конференции «Профессиональный подход к севу о зимах в сезоне 2020», который провел Агротехцентр Колхоз совместно с Создательским домом Крестьянин. Ознакомиться с этим видео вы можете, перейдя по ссылкам, которые, как всегда, расположены внизу под нашей видеозаписью. Цена на пшеницу и подсолнечник продолжает обновлять максимум сезона. На прошлой неделе котировки черноморской пшеницы с протеином 12,5% достигли 225-230 долларов за тонну, пишет агентство «Рефинитив Агрикалча». Резкий скачок цен объясняется тем, что делали наши трейдеры на мировом рынке. Они выигрывали контракты и сейчас ищут, как бы обеспечить эти контракты необходимыми объемами зерна. Поэтому закупки на внутреннем рынке ведут очень активно. А вот сельхозпроизводители, напротив, придерживают урожай в ожидании, что цена вырастет еще больше. Сейчас на мировом рынке в тендерах участвует совсем небольшое количество трейдеров и они готовы продавать продукцию по цене 230-234 долларов за тонну. Речь, конечно, идет о пшенице с протеином 12,5% на условиях ФОП. Кроме того, стремительный рост цен переживает сейчас и подсолнечник. Эта культура, по данным Савэкона, буквально за неделю выросла в цене на 20% и достигает средняя цена на маслосемена 26,5 тысяч рублей за тонну. Впрочем, Савэкон отмечает, что в некоторых регионах за маслосемена готовы давать и более 30 тысяч рублей за тонну. Это довольно значительный рост по сравнению с прошлым годом. В то же самое время подсолнечник продавался по цене всего 20 тысяч рублей за тонну. Высокие цены на подсолнечник объясняются дорожающим подсолнечным маслом. Впервые за 4 года оно по цене превзошло рапсовое масло и сейчас торгуется на уровне где-то 990 долларов за тонну, сообщает портал Oil World. Однако Савэкон говорит, что цена немного ниже. Но в целом, конечно, подсолнечное масло в этом году стоит на 100 долларов за тонну выше, чем в прошлом году в то же самое время. Исполнительный директор масложирового союза Михаил Мальцев объясняет это просто. Подсолнечное масло по своему качеству и с точки зрения питательных свойств, конечно, превосходит и соевое, и рапсовое, и тем более пальмовое масло. Поэтому и стоит должно соответственно. Нерадостная новость. На этой неделе стало известно, что депутаты Госдумы, в том числе вице-спикер Алексей Гордеев, который много лет курировал сельское хозяйство, внесли на рассмотрение парламента законопроект, который предлагает с 1 января 2022 года ввести в России систему прослеживаемости зерна. Это будет своеобразный мир курий, только теперь уже не для животноводов, а для растеневодов. Система позволит отследить жизненный цикл зерна от поля до выпуска в обращение, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Это все не очень нравится Российскому зерновому союзу. Еще в феврале нынешнего года на конференции «Где моржа» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский говорил, что система прослеживаемости зерна потребует от аграриев обособленного хранения этого зерна. Услуга по обособленному хранению не очень дешевая, то есть она стоит примерно на 30% дороже обыкновенной услуги элеватора по хранению зерна. Кто должен за это платить? По мнению Злочевского, платить придется сельхозтоваропроизводителю. И ввод системы прослеживаемости зерна в России приведет к росту издержек наших растеневодов на 25-50 миллиардов рублей в год. Так что, скорее всего, Российский зерновой союз свое неодобрение по этому законопроекту еще выскажет. Национальный союз селекционеров и семеноводов попросил Минсельхоз России ввести новый вид поддержки для тех, кто производит твердую пшеницу. Союз объяснил, что в 70-х годах прошлого века Россия была одним из лидеров по экспорту твердой пшеницы. Площадь посева этой культуры составляла от 3,5 до 4 миллионов гектар, а урожай достигал 5 миллионов тонн в лучшие годы. Сейчас твердая пшеница не очень интересна аграриям, потому что ее урожайность ниже, чем у яровой пшеницы и, конечно, в 2,5-3 раза ниже, чем у азимой мягкой пшеницы. Площадь посева в твердой пшенице сократилась до 700 тысяч гектаров, а валовый сбор варьируется от 650 до 750 тысяч тонн. Чем это плохо для страны? Не хватает качественного сырья для перерабатывающей отрасли. И вот интересно, мощности по переработке, например, по производству макарон в нашей стране не дозагружены. Если бы твердой пшеницы хватало на полную загрузку этой отрасли, то мы бы могли существенно нарастить экспортные поставки уже готовой переработанной продукции. Национальный союз селекционеров и семеноводов попросил у Минсельхоза расти и компенсировать аграрием 25% затрат на выращивание твердой пшеницы. Ответ Минсельхоза уже известен. Глава департамента растеневодства, механизации и химизации защиты растений Роман Некрасов сообщил, что в России существует погектарная поддержка, а также поддержка на покупку элитных семян. И этого, в принципе, вполне достаточно для того, чтобы твердую пшеницу производить. Если же этот вид пшеницы не будет востребован на мировом рынке, то нет смысла поддерживать производство. Впрочем, вопрос еще будет обсуждаться с главами регионов, с Минсельхозами регионов. И вполне возможно, что на региональном уровне, там, где эта культура будет востребована, появится какая-то местная поддержка от субъекта Российской Федерации. Российская пшеница в скором времени может быть открыт путь в Алжир. Россельхознадзор на этой неделе сообщил, что делает все возможное для того, чтобы эта северная страна открыла для нас свои границы. Главной проблемой в экспорте пшеницы в Алжир является порог по поврежденному зерну. Доля поврежденного зерна должна составлять не более чем 0,2%. Впрочем, Алжир готов смягчить требования до 0,5%. И тогда российские поставщики смогут выполнить требования по качеству партии. Сейчас основным поставщиком пшеницы в Алжир является Франция, которая обеспечивает от 50 до 80% потребности в этом зерне. В прошлом году Франция поставила 5,6 млн тонн пшеницы. В этом году, по прогнозам аналитиков, экспортные поставки сократятся до 2 млн тонн в связи с неурожаем. Так что у России есть хороший шанс для того, чтобы нарастить поставки и начать уверенную дружбу с Алжиром. Впрочем, глава аналитического центра Русагротранса Игорь Повенский спешит напомнить, что на рынок Саудовской Аравии мы попали как раз не очень быстро. Поставки разрешили в августе 2019 года, но начались они только в апреле 2020 года, то есть спустя более чем полгода. Впрочем, по прогнозам аналитиков, потенциал России на рынке Алжира это от 1 млн до 2 млн тонн мягкой пшеницы. Так что у нас есть все шансы. В России может появиться своя отечественная альтернатива знаменитым белорусам. Концерн «Тракторные заводы», а именно завод «Промтрактор» собирается локализовать в России производство трактора «Агролюкс» 4,80 мощностью 80 лошадиных сил. Сейчас компания ведет переговоры с итальянской СДФ и планирует выпускать 1,5-2 тысячи тракторов в год. По цене они будут сопоставимы с тракторами МТЗ аналогичного тяглого класса, то есть 1,4 от 80 до 100 лошадиных сил. По данным Ассоциации «Росспецмаш» объем тракторов данного класса в России составляет 12-13 тысяч единиц в год. Доля Минского завода превышает 90%. С тракторами «Агролюкс» российские сельхозпроизводители уже знакомы. Крупноузловую сборку этого трактора наладили в 2015 году в Нижегородской области. Однако по цене трактор значительно превосходил аналогичную продукцию МТЗ, поскольку завод не получал субсидии от государства. В конце 2017 года также был запущен серийный выпуск кабин для тракторов этой модели. Но массовым в России «Агролюкс» пока не стал. Например, с 2015 по 2020 год на рынок было продано всего 500 экземпляров этого трактора. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вас волнует.